Итак, мы подошли к моменту, к этапу наполнения нашей композиции. Я решил, дорогие зрители, что не буду тратить ваше драгоценное время на просмотр того, как я подбираю инструменты и пишу партии. Это процесс известный, особых тайн здесь нет. Еще раз просто хочу отметить, что мы пользуемся инструментами исключительно из библиотеки Logica и пользуемся обработкой только Logica. Никаких внешних инструментов, никаких сторонних производителей мы не привлекаем к процессу создания. Поэтому мы сейчас будем с вами поочередно добавлять эти партии, смотреть, что же изменилось в композиции. И предварительно, когда я говорил о том, что к процессу обработки баса мы еще вернемся, вот этот момент наступил. И я просто хочу вам показать, что я эффект сайдчейна убрал с общей партии баса, а вставил его исключительно на партию мидл баса. То есть получился вот такой результат. Зачем я это сделал? В принципе, партия баса у нас достаточно дискретна, а партия мидл баса достаточно протяженная. Поэтому, применив эффект сайдчейна пампинга именно на мидл бас, я таким образом слегка освободил от лишней нагрузки основной бас, который и так у нас достаточно дискретен и подчеркивает кик и оставляет движение в общем треке. Итак, идем дальше. Значит, первое, что я хотел добавить в нашу композицию, это, я бы назвал это поддержкой с элементами фанка. Вот, послушайте, как это выглядит. Вот такая простенькая партия. И сразу хочется отметить, что выглядит она таки довольно бедненько. Но, Logic предоставляет нам возможность эту партию оживить. То есть, опять-таки, это встроенный плагин, миди-плагин Logic, называется этот плагин Hard Trigger. Он преобразовывает одиночные нажатые клавиши в звучание определенных аккордов. И, применив этот плагин, мы получаем вот такое вот интересное звучание. Следующим шагом... Следующим шагом мы привнесем PAD. Дело в том, что PAD это такой тонкий инструмент, который нужно применять очень аккуратно. Он создает наполнение, но может и привнести определенную нагрузку в микс, которая будет выглядеть нежелательно. Мы взяли PAD из библиотеки и применили к нему сайдчейн с нашей пятнадцатой шины. И выглядит PAD вот таким вот образом. Причем взяли мы эту партию из первоначальной нами записанной гармонии. Просто скопировали эту гармонию на трек с PAD и вот что из этого получилось. Теперь слушаем, как это выглядит вместе. Если в нашем случае, в данном случае, вам кажется, что одного PAD будет мало, никто не запрещает вам добавить еще один. Опять-таки из библиотеки Logic. Вот, пожалуйста. Слушаем, как это будет выглядеть в паре. Сюда мы тоже применили сайдчейн. Для того, чтобы оставить общую раскачку и для того, чтобы создать движение в PAD, чтобы он не звучал статично. Таким образом мы сделали, создали некую подушку, которая позволяет ощущать гармоническую составляющую нашего трека и вносит определенные краски в звучание. Следующим шагом опять-таки будет PAD, но скорее это не PAD, это string, который позволит нам отделить участок композиции. Она должна чем-то отличаться от предыдущей части. ПAD, на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Вот прекрасно видно, как отделяется одна часть от другой И соответствующим образом сохраняется настроение Следующим этапом мы привносим определенный ритмический рисунок Инструментом, который подчеркнет мелодическую составляющую нашей композиции Опять-таки выбираем из библиотеки Звучит это примерно так Субтитры сделал DimaTorzok Таким образом мы решили проблему и мелодии, и гармонической составляющей И по сути дела не перегрузили наш трек лишними звуками В принципе с этим можно уже работать как с основой И работать в дальнейшем Привносить сюда какие-то мелодические линии Что-то убирать, что-то добавлять Но в принципе как каркас уже эту конструкцию использовать можно Что нам остается сделать? Добавить пару эффектов Опять-таки обращаю внимание Мы не пользовались никакими сторонними плагинами Никакими сторонними инструментами Опять же эффекты из библиотеки Logica И послушаем, что у нас получилось в итоге Субтитры сделал DimaTorzok Вот в принципе на этом мы можем поставить и не точку Скорее двоеточие, а может быть даже запятую Потому что в дальнейшем с этим материалом можно работать в каком угодно плане Можно привнести сюда какую-то вокальную партию Можно сделать с этим что угодно По сути дела рыба И с этой рыбой уже в дальнейшем Можно сделать то, что вашей душе угодно Единственное, что нам остается сделать Чтобы эта рыба приняла Более Очерченные контуры Мы просто обработаем На выходе Лимитером И немножечко Поработаем со стереокартинкой Вот как это примерно выглядит Просто стереокартинка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, дорогие друзья Дорогие друзья Ничего сложного в процессе создания нет Единственное, что вам понадобится действительно Это Просто ваши мысли Ваши чувства Ваши ощущения музыки А инструменты на сегодняшний день У вас все в наличии Пользуйтесь ими Создавайте прекрасную музыку Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!